Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя, мы сможем прикоснуться к словам Священного Писания и, конечно же, мы помолимся о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале пригласить Бога в нашу студию, в наши сердца. Давайте помолимся. Господь наш милосердный любящий, мы выражаем тебе благодарность, мы преклоняемся перед тобой за жизнь, которую ты подарил нам, за возможность иметь общение с тобою и быть твоими детьми. Мы очень благодарны тебе за то, что ты всегда слышишь наши молитвы, отвечаешь на них. И сегодня помоги Господь через Духа Твоего Святого передать те радостные опыты, когда мы замечаем, как ты отвечаешь на наши молитвы. Благослови весь ход этой программы и пусть все, что будет сказано здесь, прославит тебя и только тебя, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами и словами благодарности нашему Богу. Вы можете это сделать прямо сейчас, написав внизу под этим видео в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете их выслать текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и передадим в наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Мы верим, что и этот эфир станет благословением для всех нас и особенно для тех, о ком мы будем молиться. А сейчас пришло время представить гостя нашей передачи Дмитрия Колесник. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем вы поделитесь своим опытом, хотелось бы, чтобы зрители немножечко познакомились с вами и немного узнали вас. Пожалуйста! Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом и как давно проживаете здесь, в Сакраменто? Я родился в Молдове. Мои родители приехали из Украины в Молдову в 30-х годах ради земли, и там я родился. То есть они хотели иметь землю, свою землю, да, чтобы на ней работать? Да. Скажите, ну а ваши родители были верующими людьми? Да. Мой отец был баптистом и пресвитером баптистов. Когда услышал треххангельскую весть, он еще полтора года оставался, ходил к баптистам, чтобы еще многих оттуда вывезти. И потом, когда уже полностью перешел в адвентистскую церковь, то с ним почти вся аптистская церковь перешла к нам. Ого! Ничего себе! Ну, потому что его, наверное, уважали, прислушивались к нему. Да. Ведь он был пресвитером, да? Да. Получается, с самого детства вы окунулись в атмосферу молитвы, так? Да. Я родился в верующей семье, поэтому с молоком матери все это воспринимал. Скажите, а кто вас учил молиться? Я посещал церковь, меня мама брала в церковь, я видел, как там молились. А мама на ночь нас учила постоянно говорить отчинаш. Она учила нас молиться. А потом, позже, когда подросли, уже стала учить нас своими словами молиться. Очень хорошо. Ну, скажите, а какой вы молитвенный опыт приготовили сегодня на нашу программу? Сегодня я приготовил опыт, который пережил в конце 70-х годов, 79-й и начале 80-х. Это было так. Мы... Я совершал служение молодежного пастора в Молдовской церкви Новая Сен-Жирея. Такая община была. Тогда, в те времена, имело 400 членов. Ого! Да. И пастором там был Гуменюк Иван Афанасьевич. А я был молодежным руководителем у него. Тогда еще не называли пастора, а руководителем молодежи. И я несколько лет подряд переизбирался. А потом стал просить пастора, чтобы он меня отправил уже в отдельную общинку маленькую, чтобы я самостоятельно как пастор готовился. готовился. Но он сказал, ты мне нужен пока здесь. Ага. И я оставался там. А потом я переехал в Бельце, там женился. И к нам приехал посланник от пастора Панченко Павла Григорьевича из Одессы. И он приглашал меня переехать в Кривое озеро Николаевской области, чтобы там развивать нашу церковь. В Украине там. В Украине, да. И мы прямо в январе собрали свои пожитки с женой, погрузили в мебельную машину и поехали. И по дороге нас застала пурга, снег, но мы доехали благополучно. И у нас был тогда первый ребенок, ему было десять месяцев всего. Ой, маленький. Да. Мы там сняли квартиру, конечно, я это заранее все делал. Сняли квартиру и поселились там. И я устроился сразу на работу. Тем же монтером по однофазному учету, как и в Бельцах. Работали там. Работал. Да. И все шло хорошо. Где-то полтора-два года. А потом, и за эти полтора-два года, уже мы имели 20 членов. И подали заявление на регистрацию. Так. И когда подали заявление на регистрацию, нами заинтересовалась КГБ. Ну, как обычно. Да. И стали меня вызывать. Откуда ты приехал, зачем ты приехал сюда и так далее. Я говорю, я живу. Хочу жить там, где я могу. Хочу жить, да. Да, где могу. И я гражданин Советского Союза и имею право. Но они стали следить за нами. Где мы совершаем служение. И прямо по пятам. Иногда нам приходилось убегать от них, скрываться, для того, чтобы они не пришли. Потому что приходила админкомиссия, представители райисполкома. И штрафовали меня, как пастора, и хозяина дома, где мы собирались. После того, когда уже подали мы заявление, все равно они нас постоянно штрафовали. И мы убегали, мы скрывались. И все это кончилось тем, что у меня на территории моей усадьбы нашли машину щебня, КАМАЗ-щебня и эти, бэушные рельсы. И это конфисковали, забрали. И началось следствие на меня, что я без документов откуда-то взял эти материалы. То есть, получается, они искали зацепку. За что вот зацепиться, чтобы иметь над вами какое-то давление и вас закрыть? С тех пор, через день, через два, через три, когда меня вызывали следователю, следователю и говорили, уезжай отсюда, куда хочешь, в ближайшие города, где хочешь. И мы тебя не посадим. А если не уедешь, пять лет тебе обеспечено. Ничего себе. О, как они зацепили вас. Смотрите, как они хотели от вас избавиться. Да. Ну, что ж так боялись, ну, создания церквей? Да. И что дальше? Так у нас возникла гора, от которой мы не знали, как избавиться. И мы поняли, что только молитва устранит эту гору из нашего пути жизни. Да. И мы тогда стали молиться. Молилась у нас Одесская церковь, потому что Одесская церковь курировала Кривое озеро. И Николаевская область, потому что тогда конференция состояла из двух областей, Одесская и Николаевская. Да. И присоединилась к молитве и Молдова, Молдавский унион, потому что президентом Молдавского униона был мой родственник Кочмарь Василий Григорьевич. Но скажите, что вы чувствовали, когда было такое давление? Было волнение или, может быть, страх какой-то? Потому что, ну, могли же посадить, реально могли на пять лет посадить. Что вы чувствовали? Конечно, было переживание, потому что я знаю, что многих садили наших и могли бы посадить и меня. И поэтому переживания были. И на почве переживания или что, я тогда заболел болезнью Минера. А что это за болезнь? Это болезнь такая, когда поражается внутреннее ухо и начинает падать слух. У меня на левое ухо стал падать слух. И сильные головокружения, такие, что рвоты. И прямо, я когда приходил с работы, я бывало, как пьяный приходил. И соседи смотрели, говорят, что он напил, а потом узнали, что я болею. И таким образом я обратился в поликлинику. А в поликлинике не могли найти мою карточку. Оказывается, КГБ дало указание, чтобы моя карточка была только у главврача. Аж потом главврач предоставил карточку. Но мне нужно было срочное лечение. И я просил, чтобы меня положили в больницу или направили в областную, в Николаев. А они КГБ запретило. И нам пришлось работать с врачами одесскими. Одесские врачи, обходя КГБ, все-таки меня направили к врачам в Николаев и меня положили в неврологию. И там я летел, полтора месяца я пролежал, подлетелся и выжил и стал продолжать дальше. Дело вот, которое открыли, оно все так и велось, да? Да, да, да. И что дальше было? Вы молитесь, церковь молится, церкви молятся, молятся, вы молитесь. Да. И что дальше? И дальше меня уволили с одной работы. Там, где я работал, была пятидневка. Но организовали через КГБ шестидневку специально для того, чтобы меня уволить. И одну субботу я нашел оправдание. Как раз родился у меня сын. Второй ребенок, получается? Да. Вторую субботу уже оправдания не было и меня уволили как на прогул. Вот. С одного места уволили, потом я стал искать работу. Нигде, куда не пойду, сначала принимают. Говорят, да, нам нужен электрик, все. На второй день прихожу, дальше продолжать оформление. Говорят, извините, мой зам, говорит, начальник принял уже другого человека. И так на каждое место в работе. Я не мог устроиться на работу. И тогда я устроился на работу в Любашовку рядом районный центр Одесской области. Устроился сбивать тары. Проработал там два или три месяца, два с половиной. И начальник вызывает меня и говорит, слушай, давай поговорим по душам. На чистоту, да? Да. Надо, чтобы ты уволился. Если ты не уволишься, я тебя уволю. Я вынужден это сделать. Ты знаешь, почему. Все. Я ничего не мог сделать. Посоветовался с братьями и сказали, увольняйся. Я уволился опять. Опять без работы. Потом приезжает... Не, приходит ко мне домой начальник госстраха страховать мой дом. И рассказывает мне, говорит, я знаю, что тут вас гонят, у вас работы нет. А вот я только приехал, стал начальником госстраха, и я хочу вас принять на работу. Ух ты. Я спрашиваю у братьев, что делать? Я подозреваю, что это опять подосланный начальник. Они говорят, устраивайся, что будет и будет. Я устроился. Прошло полторы недели. Прихожу на работу в госстрах. Нету начальника Марковича. А я спрашиваю замначальника, а где Марковича? А он говорит, а что вы не знаете? А он уехал. Он не работает здесь. Говорит, но с Николаева приехали представители областного госстраха. Приехали сделать вам экзамен. Вы же принимались с двухнедельным испытательным сроком. Если вы испытание пройдете, значит вы будете работать. Если пройдете, не будете работать. А я говорю, вы знаете, полторы недели прошло. А в понедельник аж будет две недели. Я до понедельника подготовлюсь и тогда смогу сдать. Они говорят, хорошо, в понедельник приедет человек и будет принимать вас. Я пошел в госстрах сдать деньги, то есть в банк сдать деньги. Возвращаюсь в госстрах, а замначальника говорит, вы уволены. Я говорю, как уволен? Говорит, представитель области принял такое решение уволить вас. Говорю, ну испытательного срока не было. Это вторая статья. Получается так, что все делалось для того, чтобы вы уехали оттуда. Да, чтобы еще одну статью в эту... Ваше дело, да? В суду будет записать. Так, ну а слушайте, ну все же молятся, получается. Все молятся, а ответа нет. Да, получается вроде как нет. И что вы... Потому что назначают суд мне за эти тройматериалы. И назначают в день моего рождения. Ох ты ж! За несколько дней до суда приезжает представитель религии с Москвы, зам Кураедова. Тогда Кураедов был министром религии, а зам Кураедова был Тарасов. Приехал туда на место, и меня вызвали. Именно в субботу. Ух ты! И что вы? А я говорю, всем членам самых пожилых со мной идем. Членов церкви ваших? Да. Так. И мы пошли туда. Я пришел сам, первый постучал, зашел. Они там сидят по округам, там все, и КГБ, и все уже. И этот представитель из Москвы. Что вы в этот момент чувствовали? Вы наверняка помолились перед тем, как идти туда. Конечно. Что вы чувствовали? Был страх? Нет, не было страха. Ни волнения, ни страха. Нет, ни волнения, ни страха. Потому что Бог, по-видимому, дал такую уверенность. И тогда я сказал, что тут семь членов, представители общины есть. Тарасов сразу говорит, пусть заходят сюда. Освободили семь этих стульев. И они сели все. И рассказали, что вот такая ситуация. Нас постоянно штрафуют. Не дают собираться и так далее. И нашего пастора отсудить будут. Он говорит, я в курсе дела. Я хочу вам сказать, что с сегодняшнего дня вас штрафовать не будут. Ух ты, это он так сказал? Да, он так и обещал. И отпустил их. А я остался. Мне сказали остаться. И он говорит мне, что если бы вас судили за религию, мы бы вас защитили. А вас за стройматериалы судят. Поэтому мы не можем вас защитить. Вот так. И вы один на один остались. Расстроил меня. Бог. И Бог вы и суд. Получается. Я ему говорю, вы знаете, хорошо, что это только подоплека. А на самом деле меня судят за религию. И это всем известно. Ну, все, попрощались мы, я вышел на суд, пришел, а члены церкви уже там пришли с цветами, много цветов. А люди смотрят, думают, что это они его поздравляют с тем, что он страдает за Христа. Что судить его будут. А у меня день рождения. Поэтому мы не ждали. И я всем москвею посудимых молился. И молились все в это время. И один пастор приехал на суд наш. Поддержать вас тоже. Да. И выступил прокурор как защитник. Он сказал так. Товарищи, если мы посадим колесника, то мы должны пересадить половину этого нашего городка. Потому что через каждый двор есть такие стройматериалы у людей. Да, что иногда покупаются и не даются чеки. Да. Просто покупаются. Все покупали так. Рядом карьер. И оттуда привозят КамАЗы и предлагают. Кому надо чебет. И нет проблем. Ну это те времена были. Это Советский Союз и те времена были. Такие. Поэтому закончился суд тем, что передали на товарищеский суд по месту работы. Можно еще вопрос. Выступал не адвокат, а выступал сам прокурор. Прокурор, да. Обвиняемый. Тот, кто должен обвинять, он, получается, выступил как адвокат за вас. Да. Ну разве это не чудо Божие, слышите? Да. И что дальше было? И по месту работы, там, где я устроился, оказалось, что мой начальник там покупал холодильник, бытовые приборы. В этом, как будто в предприятии, а на самом деле забирал себе. Так. И за счет предприятия покупал. И на него открыли уголовное дело. Ему было уже не до товарищеского суда. Товарищеского суда поэтому не состоялось. И закончилось тем, что успокоились, разрешили собираться в церкви. Перестали штрафовать, перестали. Перестали штрафовать и через некоторое время дали регистрацию. И тогда уже я мог быть переведен в другое место. И меня конференция перевела в Евпаторию пастором. Слушайте, слава Богу, брат Дмитрий. Так она была устранена, потому что молились, горячо молились. Да, слава Богу, слушайте. Адвокатом выступил сам прокурор. Да. Слава Богу. Это и есть, конечно же, его влияние невидимое. Мы не можем понять, как это происходило. Но Бог совершил это чудо. Бог защитил. Защитил. Спасибо большое вам. Очень интересный опыт. Я окунулся в те времена Советского Союза. В память вот так, в памяти, да, действительно. Слава Богу. Слава только Ему. Да. И это было уже, считайте, в преддверии развала Советского Союза. Я, когда доготовился суд, поехал в Бельце к тёще. И оттуда дал на 35 рублей телеграмму Черненко. Там Черненко тогда был генеральным секретарём. И пока я на второй день приехал, мне соседи говорят, «Вчера, говорит, до самого вечера, без конца, из исполкома делегация за делегацией за вас. Что там произошло такое?» Вот так, слушайте, вы правильно сделали. Хоть и дорого обошлось, но вот Господь вот через эти пути Он воздействовал. Слава Богу. Спасибо вам большое. Друзья, слушая молитвенный опыт нашего гостя, пришёл на память стих. Пророк Исаия пишет. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь». Обратите внимание, таково наше наследие, то есть славный удел. Это Божие оправдание и защита. Слушайте, как же это приятно осознавать. Божья защита – это всегда чудо по определению. И вовсе не обязательно должны быть видимое присутствие ангелов или сильный ветер, разделяющий море, как это было при выходе народа израильского. Очень часто спасение приходит самым незаметным образом. Вспомните, как Божья защита оберегала апостола Павла. «Когда его схватили в храме, и воины готовы были пытать Павла бичеванием, спасение пришло через законы Римской империи, точнее, через римское гражданство апостола Павла». Давайте мы прочтем интересные стихи, записанные в «Деянии апостолов». Собравшиеся пытать его, то есть Павла, тотчас же подались назад. И сам трибун испугался, узнав, что заковал в цепи римского гражданина. Ну а дальше посмотрите. Когда сорок человек составили заговор и поклялись, ничего не есть, пока не убьют апостола Павла, спасение пришло через племянника апостола, который сообщил о заговоре трибуну, то есть тысяченачальнику. И посмотрите дальше. «Божья защита пришла к Павлу и через римское государство, когда языческие безбожные чиновники испугались народных волнений». Помните, какую охрану трибун организовал, чтобы сопроводить апостола Павла к прокуратору Феликсу? 70 всадников и 400 пеших воинов. Половина гарнизона. Вы заметили, охраняли Павла не хуже, чем сегодняшних глав государств. Так может, друзья, когда мы молимся о защите Божьей, не стоит ожидать обязательно какого-то сверхъестественного проявления, хотя возможно и такое. Может, стоит быть внимательными, чтобы и в мелочах замечать, как Небесный Папа нас оберегает. Даже сейчас. Нас в этой студии, а вас там, где вы сейчас нас слушаете и смотрите. Ведь благодаря этому наши отношения с Небесным Отцом станут еще более близкими, крепкими. А молитвы, наполненные благодарностью и любовью. А вы сами, друзья, что об этом всем думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале программы. А те просьбы, которые вы отправили во время этого эфира, мы обязательно передадим в молитвенные группы и будем молиться о них. И покажем их в следующем выпуске. А сейчас я хочу попросить нашего гостя, брата Дмитрия, совершить молитвы о всех тех просьбах, которые сейчас возносятся к небу. И о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу на этой неделе. Брат Дмитрий, помолитесь, пожалуйста. И помолитесь о том, чтобы народ Божий замечал, как Бог заботится о нас даже в мелочах. Хорошо? Помолитесь, пожалуйста. Небесный наш Отец, во имя Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе в это время, после того, когда был услышан этот опыт. И просим Тебя, помоги нам, благослови нас и умножим веру в народу Твоего. Благослови все те просьбы, которые записаны, приняты. Даруй, чтобы многие люди могли бы почувствовать облегчение в болезнях, и чтобы разрешались все проблемы, чтобы устранялись все горы на их пути, благодаря молитве. Благослови нас, помоги нам служить Тебе от чистого сердца. И, Господи, увеличь многие-многие опыты вслед народа Твоего, чтобы все видели, насколько Ты благ и милосердный и отвечаешь на все молитвы с верой просящих. Прибудь с нами и благослови нас. Благослови эту программу, которая помогает многим людям обрести уверенность в Тебе. И будь за все прославлен, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Еще раз большое спасибо, брат Дмитрий, и за молитву, и за тот опыт, которым вы поделились. Пусть Господь даст вам силы, здоровье, чтобы вы, живя на этой земле, не просто прославляли Бога, но продолжали свидетельствовать о Его любви и защите. Божьих вам благословений. Спасибо. Друзья, наша программа подошла к своему завершению. Я очень благодарен и вам, и самое главное, нашему Богу за то, что Он провел это время с нами. И еще раз хочу напомнить, Если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, в нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Божья охрана, Божьи благословения будут с вами и с теми, кого вы любите. Божьи благословения будут с вами